Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюашлот и в рубрике 2 полковника и лейтенант Пиджак с вами капитан первого ранга ВМС США Гарри Юрий Табах Доброе утро! Доброе утро всем! Happy birthday to you! Спасибо большое! Полковник вооруженных сил России Александр Глушенко Привет, сын! Здравия желаю, Америка! Здравия желаю, Израиль! Поручика Гимельфарба от лица службы поздравляю с днем рождения! Спасибо! Можно сказать, практик международного значения! Да, да, да! И с вами, соответственно, старший лейтенант Пиджак или по-зулузски Исихулу Исихерзулу Юрий Гимельфарб Итак, у нас сегодня крайне важные вопросы Юр, в первую очередь... Например, подожди, подожди! Сколько тебе лет сегодня исполнилось? 59 Сколько? 59 А, я еще все спереди! Советская власть всеми-то продержалась! Ну, разумеется! Ну, вот, кстати, вопрос, который напрямую связан с советской властью Тут опять с российским авианосцем Адмирал Кузнецов случилось нехорошо То есть, иными словами, Кузя пришла Кузькина мать То есть, давай выражаться по-научному Кузьме пришла мать Кузьмы Это по-научному И вот я в полном недумении Какую тризну Песню мне петь на тризне То ли По Кузе вдарила болванка Прощай, родимый экипаж Четыре трупа возле Кузи Украсят утренний пейзаж Или Мне петь Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Убили Кузю Убили Ни за что, ни про что Суки Замочили Или Врагу не сдается наш гордый Кузьма Пощады Никто не желает Шо нам исполнять? Ну Я не знаю Ты у нас творческий директор Поэтому Я не знаю Надо тебе выбрать Какую песню мы будем петь хором Я бы спел Happy birthday to you И На кого-то нас покинул Кузя Понимаешь Какое Но Я считаю Что это Во-первых Вот эта песня Мне всегда нравилась Вот кто придумывает Эти песни Это я Человек Который никогда возле воины не был А просто какой-то набор слов По танку ударила болванка Четыре трупа Возле танка Там Украсят утренний пейзаж Украсят Так утренний пейзаж Четыре трупа И Одному Из танка Вылезать Мочи больше нет Четыре трупа И еще один Кто-то вылезает В танке был шпион явно Потому что в танке Четыре человека Четыре убитых Один еще вылезает Этот шпион Но его мочи больше нет С пробитой головой Понесен командир В последний бой Зачем командир В последний бой Вести с пробитой головой Я не понимаю Но Такие песни мы пели И там еще один вопрос Вот понимаете Приходилось Реальные танки Эксплуатировать Что такое Поднимут на руки Каркас Какой каркас у танки И как они 30 тонн поднимут на руки Поднимут на руки Ну и У бойца И У женщины Девушка не узнает Какой у парня Был конец тоже Обидно Обидно Легату И телеграммы Разным И близким Сообщить Нет Вопрос Вот в чем У Кузнецова У Кузнецова У Кузнецова Тут есть конечно Заслуги Во-первых я считаю Что Кузнецов Адмирал Кузнецов Ну Его надо Представить В награде Героя Украины Потому что Все-таки корабль Украинский Он был раньше Брежневым Переименовали его В Адмирала Кузнецова Он Столько Принес Урона Российским Войскам Российской Боеготовности Что он должен Быть В Украине Ну памятник Надо какой-то Поставить Или еще что-то Наверное Он принес Столько Беды Принес конечно От самого начала До самого конца Но опять же Я немножко Знаю Адмирали Кузнецове Я даже знаю Некоторых ребят Которые служили на нем Они говорили Невозможно На нем стоять Там Не продуваются Трюмы Отсеки Кондиционеры Не работают Внутри него Невозможно Просто находиться Его делали Как бы Создавали Как Авианосный крейсер Как Авианосную Платформу У нас А только Авианосную группу От 10 до 14 Это авианосная группа Он не авианосец Он авианосная платформа Он должен А у нас Почти все Десантные корабли Такие Я даже не знаю Сколько У нас Где Эти самолеты Вертикально Взлетают Где Вертолеты Взлетают Десант Чтобы морских пехотинцев Перебрасывать С одного Места Они Пытались Но потом Получилось так Что В 1991 году Уже была Разруха И решили Что ядерный реактор Нельзя поставить И поставили Турбины Потом Турбины Поставили Катапульту Невозможно Поставить Сделали Трамплин Теперь Эти самолеты Не могут Взлететь Потому что Они очень большие Для этого Нужны специальные Шасси Тяжелые Когда Они Садятся На Авианосец Это В принципе Падение И Получилось Что Он Дымит Далеко Уйти Он Не может На Эти Турбины В принципе Взлететь Турбины Сесть Не могут Если Только У них Чуть Барни Тяжелый И Конечно Никакой Амуниции На нем На Вооружение на нем тоже нельзя на самолеты над этим подвесить, потому что они просто не взлетят и не упадут в море. И он был предназначен для Черноморского бассейна. Тоже, опять же, глупость, потому что Черное море никакого времени стратегического значения не имело. Все странные окружающие Черное море — это натовские страны. Поэтому вся идея, зачем его держать, зачем его содержать, чем его... После каждого короткого похода, очень короткого похода, если у нас авианосная группа уходит на 9 месяцев, на год, то выходил на месяц, на два, на три максимум. Каждый раз уходил в дом ремонтироваться. В конце концов, дом потопил, этот краб поломал, который на нем работал. Ну и пожаров на нем было много, кстати. Это не первый пожар, который случился. Кстати, а я все-таки в причинах разобрался. Глубоко разобрался. Я тоже. Сейчас посмотрим, если у нас они с тобой одинаковые. Бог не фраер, он все видит. Ну и в главной точке. Он любое зло наказывает. Любое зло наказывает. Это хоть и, скажем, из уголовного лагерного блатного жаргона, скажем так. Но мне кажется... Не прав, кто не говорит, это в нашем семейство, в культуре это нормально. Бог клинит. Значит, мне кажется, на этот самый тяжелый авенесущий крейсер пытались приварить, в результате чего пожар произошел. Это первая причина. Пытались приварить унитазы, снятые с украинского баркаса, вот, говорили, буксира. Вот, бог ведь, я тебе хотел сказать, у меня та же самая была теория, а он отвергается. Да, да, да. Существо, существо и существо, он отвергает бельяны. Ну, лучше сгорю, но тяжелый, вернее, чужой вот этот вот унитаз, мне не нужен, не нужен наш советский унитаз. И вторая причина. И, в принципе, бог, он наказывает любое зло. А ворованное, воровать, это есть зло. Вот привезли туда этот унитаз, пытались приварить. Естественно, тут же промасленный ветош, тут же какие-то отстой солярки, там, масло какого-то, солидола там в трюме. Ну, понятно, что он там в любом случае. И вторая причина. Почему он изначально чудил и, в конце концов, вот, дочудился, что начал уже своих убивать людей. Я так понимаю, что, ну, я имею в виду сжигать. Неправильно было определено имя. Вот ты, как моряк, в принципе, большую часть во флоте, проведший своей службой, сейчас подтверждишь, так это или нет, что как ты корабль назовешь, так он и поплывет. Вот назвали его Леонид Брежнев, да? Ведь, по идее, Брежнев в России, в Советском Союзе, вот, на данный момент у нас, людей, которые застали его и жили при нем, ассоциируется с застоем, с загниванием, с разложением и государства, и общества, и экономики, и Советского Союза в целом. Вот это вот застой, начало масштабной коррупции, и вот это вот все, понимаешь, вот это вот карму, карму вот этого старика, вот этого вот немощного, уже маразматического человека взяли и повесили на боевой корабль. Вот, вот вам результат. Ну да, надо, наверное, было назвать «Провеносец в потемках». Такой, вот, бред. Не, но у меня... А его сейчас, наверное, переименуют, его сейчас переименуют в «Летучий Кузя» или что-нибудь такое. «Летучий Кузя», знаешь, который приносит только беду. «Летучий Путин». «Летучий Путин». «Летучий Путин» может, да, только... Нет, ну нельзя так говорить, пользу он, конечно, кому-то приносит большую, потому что я так прикинул, с коммуницией, с него не один миллиард, я думаю, не один. Там люди зарабатывают на нем нормально. Потому что сколько он стоил? Он стоил, наверное, как весь шестой флот, ну блин, американский. Один, это, на это, как бы, как жало. Нет, а вот... «Матроса» по рекламу там, ребят, конечно, они там... Юр, а у меня... Там солярка эта была, я не помню. А вот тут идея за коммерцию. А почему бы не продать этого Кузю, скажем, Зимбабве? У Зимбабве нет выхода ни к Индийскому, ни к Атлантическому океану. Но как это будет круто! Авианосец в саваннах Зимбабве. Это же будет крутяк! С другой стороны, будут деньги. Ведь ты обрати внимание, в свое время крейсер «Варяк» Тихоокеанского флота, его же продали Индии, и теперь этот корабль называется «Викромадития». Это ты сейчас как у Зулу Зурмас Тусулу говоришь? Да, и сихулу, и сихерзулу! Я говорю за коммерцию! За коммерцию жмешь! Нет, ну два таких корабля были, ну практически отданы бесплатно за металл, заплатили китайцы и индусы. Было три таких корабля. Один отдали китайцам, другой индусам. Я не знаю, ли они на плаву или нет, но еще есть сестры такие. Я помню, еще был один корабль, назывался «Адмирал Нахимов», он же «Адмирал Гитлер». У него, по-моему, тоже такая же участь была. Перевернулся он или сгорел, что-то в нем такое было ужасное, где много матросов погибло. А, ну то же самое, да-да-да, это же в Новороссийском порту 86-го. Да, в Новороссийском порту, да. На Черном море, в Новороссийске, 1686-й год, конец царствования Брежнева, там почти конец. Начало царствования Горбачева. После царствования Брежнева. Да. 1886-й год, там, это же, нет, это был не Адольф Гитлер, это был итальянский крейсер «Чезаре», «Цезарь». Да, да-да-да. И есть «Цезарь», «Цезарь», «Чезарь». Бывший итальянский, полученный Советским Союзом в виде репараций после Второй мировой войны. Я был, имел некоторые отношения, имел некоторые отношения к ликвидации этой аварии. Правда, служил тогда не на Черном море, но в Москве. Авария, авария, а не... Это катастрофа, имел отношение в том плане, что в Центральное бюро судебно-медицинской экспертизы от нашей части, от Московской, я в Москве служил, для перевозки тел в деревянных ящиках типа гробов выделялось 40 автомобилей. Там несколько тысяч военнослужащих было, тысячи пятьсот, тысячи с лишним, тысячи, тысячи, тысячи пятьсот. Вот 20 грузовиков взяло в 131-х. Мы возили из аэропорта в Центральное бюро судебно-медицинской экспертизы, вот этими двумя машинами колонны возили по Москве и так далее. И подняты из-за дна тела. Просто нашей части эту задачу поставили. Ну, это было такое, да. Никуда не денешься. Вчера вроде опять еще одна подводная лодка встанула вместе с Барджой. В тот день, что Кузин загорелся, упал вертолет, два пилота погибло. И тоже подводная лодка, которую тянули с Владивостока в Хабаровском, наоборот, тоже утонула. Тянули в находку. Значит, смотри, та лодка якобы была списана, ее везли на утилизацию. На разрезку. Та лодка и тот плавучий ток, который в Севастополе, тоже утонуло все это дело. Потом лодка сама как воздушный пузырь всплыла. В ней просто кислорода было много. Ее ток начал тонуть, потянул вниз. А она потом бульк и так всплыла, так наверх. Сама вышла. Ну, понимаешь, такими темпами, конечно, ни один враг сможет уничтожить лодку. Да, но говорят, что это тоже все было списано и готовилось к утилизации. Не совсем, Саня, не совсем. Док списан не был. Подводная лодка списана была. Док утонул, который не был списан. Подводная лодка, которая была списана, она всплыла. Ну, дальше у меня предположение, что подводная лодка посмотрела на все это Кавкеанство и решила самоутопиться дальше. Вот это моя гипотеза. Ну, а боевой вертолёт МИ-28 это новая модификация. Практически это новая модификация МИ-24. Это одна из очень удачных конструкций, я честно скажу. И летал на нём, и применял его с земли как командир. Вот тут действительно и пилоты погибли, действительно жалко. Ну, наверное, опять же разгильдяйство. Вот это разгильдяйство. Промасленная ветошь, приваривание унитазов. Там тонущие дочки в мирное время. Я тоже всегда, когда наши начинают говорить, вот у них то есть, я говорю, это разгильдяйство. Вот они сейчас ушли, победили. Да нет, просто, я говорю, снаряды закончились. Что-то опять у них не хватило. Я больше списываю на разгильдяйство и долбоё. Ну, да, да, да. Благоточие. Да, я тебе скажу, такую вещь, что говорят, что этот вертолёт, или это крыло, это отделение, где вертолёт, это разбился с командирами. Говорят, что командиры были на борту, что поддали и начали решить. А, это бывает, да, да, да. И каждый из них решил, каждый, каждый решил командовать пилотом. И каждый решил сказать, смотри, как я умею, да. Ну, это нормально. И они говорят, что это как раз были вот эти ребята, которые стреляли по украинским буксирую, этим катерам. Что это из той же части. Я просто говорю, что как карма, может быть, если карма, то, конечно, вернулся. Насчёт применения авиации, вот в этой керченской, так сказать, операции пограничной, там про авиацию вообще ничего не говорится. И если могли применяться эти вертолёты... Я думаю, что вертолёты были применены. Там могли применяться только вертолёты погранслужбы, а погранслужба не имеет Ми-28 вооружения. Она имеет только Ми-8 и Ми-7. Я, я, у меня это... Ну, нет, просто, просто, это информация, она... Понял, понял, она просто рождается сама по себе, быстро, быстро. В СМИ всё это как снежный ком обрастает. Кто-то что-то добавил, кто-то придумал. Я эту журналистскую среду очень хорошо знаю. Профессиональную, тем более. Она же за хайпом идёт. Она идёт не за информацией, не за хайпом. Ну, интересная история, что вот они постреляли по этим кораблям, а теперь вот они сами погибли. Ну, нет, я думаю, что это правда. Я думаю, что это придумано. Ну, там где-то 20-х нет. Красиво. Ну, красиво. Красиво придумано. Но я не скажу, что значит списанная подводная лодка. Вот я этого не совсем понимаю. Потому что у нас, допустим, корабли, подводные лодки, там авианосцы есть списанные. Но они ставятся в ток и их консервируют. Это не значит, что он больше не нужен, и его надо топить, потому что его могут расконсервировать и передать другой стране. Например, Израилю мы передаём такие корабли, там, разное оружие, которое мы списали. А оно ещё новое практически. Потому что у нас там 20 лет корабль, он практически новый. Потому что там за ним так смотрят и вот так всё время драет. Например, я вот участвовал, мы в Польше передали такие два утилизированных, списанных корабля, два фрегата. У нас фрегатов больше нет на вооружении. И вот все фрегаты мы передаём, там, дружеским странам отдаём. Поэтому я не знаю, что значит списанные они были. Ну, это значит, уже убили до такой степени, что там... Ну, сама тонет уже. И можно переплавить на иголки там, или на швейные, там, и бабушкам выдать. Ну, потому что они так говорят, да нет, всё равно списанный, всё равно, если он ничего не стоит. Да нет, они стоят, всё равно, это всё равно военная... Немножко другой подход, значит. Немножко другой подход. Понятно. Да, но мы продолжаем наши дела морские. Тут дело в том, что Министерство обороны заказало для путешественника Фёдора Коньхова и экс-полярника и экс-сенатора Артура Челенгарова батискав. Зачем? Они хотят на дне Марианской впадины установить православный крест и установить российский флаг. Господа, я опять же у меня идея за коммерцию. А почему бы эти деньги не отдать нам? Дело в том, что мы с вами возьмём железный православный крест, железная древка для российского флага, приедем к Марианской впадине и просто там утопим без всякого батискава. Я не совсем понимаю, зачем для этого нужен батискав. У меня возникает вопрос. А что, православный крест сделан, как всё делается из стандартного строительного материала в России, из говна и палок? То есть, которая не тонет? Или из чего? Ты смотри, сейчас наговоришь себе на оскорбление чувств верующих там. Вот, да я, вот правильно, от Саня говорит, Гиммельфарм, вот непатриотичный человек. А где героизм в этом? Где героизм? Есть коммерция! При чём тут героизм? Я за коммерцию! Громерция! А герои, тут надо, чтобы они опустились. Они же говорят, что они опустятся туда. Наверное, в виде груза они, может быть, могут использовать адмирала Кузнецова. Кузнецов не нужен. Они же тебе не говорят, что они обратно поднимутся. Это будет героический поступок, где они повторят подвиг Александра Матросова. Ты вообще одна коммерция. Юра, ты оскорбляешь чувство россиян. То есть, по логике вещей, я продолжаю твою логику. Получается, что Челенгаров и Конюхов, они опущены? Раз они опустятся... Будут, будут, будут. А, будут опущены. Тут, 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 ну да, мы не будем расшифровывать значение. Вот, смотри, сколько времени они проведут на дне. Вдвоём, в бодискапе. Тут, смотрите, какие вот ассоциации должны, должны возникать у российского или бывшего советского гражданина. Посмотрите, всегда размещение либо православного креста, либо российского или советского в советские времена флага ассоциировалось с какими-то высокими достижениями. И в переносном, и в прямом смысле высокими. То есть, флаг советский было принято увозить на Северный полюс, да? А это, по сути дела, верхушка, макушка земного шара, да? И там ставили советский флаг, втыкали в эту снежную льдину, вернее, в ледяную эту самую полынью, там, куда там положено его втыкать. Я не полярник, не понимаю. Вот. То же самое с крестом, я уверен, крест православный куда возили, ставили. То же самое, смотрите, размещение вот этих символов государства и православной церкви. Допустим, на Эльбрусе, на Казбеке, на Памире, сколько раз это делалось? На, даже где-то, по-моему, на Эвересте, там вот, в Тибете, да, в высшей точке. На Луне. На Луне. Понимаете, это устремленность куда-то вверх, понимаете, вверх. А здесь два символа, и церкви, и государства, просто берут, и, по сути дела, как бы мы это ни называли, глубинное погружение. На 11 тысяч метров. Там же 11 тысяч глубина, да? Куча, там, миллионы, может быть, миллиарды рублей на этот батискап, который, как лошарик, может, просто-запросто аккумулятор замкнет, и все. И просто сам плавно опустится на это дно. Вот. Ну, культурно, вежливо, там, закопчено изнутри немножко. Суть не в этом. Но здесь само чудо ассоциируется с опущением вниз. Вот в чем дело. Да. Всегда стремились вверх, а тут все падает вниз и тонет. И оба символа тонут. Вот в чем дело. Да. Не патриотично вы мыслите, господа, не патриотично. Я поставил себя на точку зрения простого обывателя. Всегда шли вверх, а сейчас нас потянуло на дно. Вот так вот. Причем бездонное дно, как я понимаю. Там, как говорится, дна нету. Причем, когда рассматривают процессы экономические, проходящие в России, а также политические, различного рода процессы, говорят так. Мы думали это дно, но тут снизу постучали. Постучали, да. И начали копать. А мы еще начали копать. Достигли дна и начали копать. Да, а Гибельфар все равно из коммерции думал. Ему главное утопить православный крест и российский флаг. Еще деньги за это получить. А что нам без денег? Я бы не делал добровольно. Без денег. Но, вот тут мы заговорили одно, снизу которого постучали. Так вот, Юр, тебе вопрос. Вот тут комитет Сенат США поддержал законопроект, который позволяет признать Россию спонсором терроризма. Я интересуюсь, это что теперь? Владимир Владимирович Путин у нас родственник Бен Ладне? Или как? Да, теперь будет сложно, потому что приглашать его в разные страны будет, ну, демократические страны будет сложно. Сложно, но потому что это всегда было. А мне все время говорилось, что там тот же Хамас, тот же Хазбулла, которые не признаются России террористически, уже как ООН, даже такая организация, как ООН, признала антиизраильские организации террористическими. А Россия не признает. И то, что они сейчас посчитали, это вышло из того, что считают, что формирование в ЛНР и ДНР – это террористические организации, которые захватили как ИГИЛ, как там Ал-Каида, захватили какую-то территорию чужую. И так как они решили, что эти организации спонсируются в ЛНР и ДНР России, Владимира Владимировича Путина, решает все его задумка, то получается, что он способник, а способник терроризма. Ну и, слушай, далеко не это в Советском Союзе давно было. Все эти террористические организации, ПЛО, это все эти лагеря, где тренировали убийцев, палестинцев. Это все вышло из Второй мировой войны, с партизанской войны, где они... Ведь немцы же не называли партизан партизанами, да, они не называли партизан, но они подружбовали террористы, что они, по-моему, были террористы. Террористы, бандиты и так далее. Ну, дело в том, что потом некоторые вот это потепление 80-х, 90-х годов, конца 80-х и 90-х годов, про это как бы немножко забыли. Россия никуда не влазила сейчас немножко, так сказать, и поперло это масса терроризма. Ельцин в Конгрессе извинился за это. Он извинялся, рвал на себе тельник, говорил, мы другие, мы не виноваты, и теперь другая страна. Плюс, вполне, мне кажется, можно добавить сюда проводимую политику на территории Грузии, я имею в виду Абхазию, Южную Осетию, и, естественно, поддержка того, что сегодня называется Приднестровской Республикой, Молдавской Приднестровской Республикой. И Нагорный Карабах. Нагорный Карабах, да. Вот, а... Кстати, точно такая же точка в качестве учебно-тренировочной сейчас прорабатывается, или, скажем так, с ней проводятся тренировки и учения на территории самой России, не что, наверное, как Чеченская Республика. Ну да. И, в принципе, цивилизованные законы отсутствуют, где идут массовые репрессии, где людей похищают, уничтожают, да, без следствия. Это... Вот мы вроде как... Ну и Россия вышла из Женевского договора, о гуманности и ведении войны. Путин предложил сделать интеллект, интеллект, который не имеет сочувствия, или... Чувства жалости. Чувства жалости, да. Поэтому, да, все по ходу на тряси. Проблема в том, существует, что следующий президент России уже не сможет, как Ельцин, приехать в Конгресс и сказать, все, извините, коммунисты были неправы, вот, порвал партбилет на их глаза, мы другие, мы другой народ, у нас другие скрепы, другие хромосомы, все. Уже вот в этот раз не пройдет, потому что это не Путин, записали в террористы, а всю страну. Да. Да. Здесь, к сожалению, нам согласны. Давайте править. Кстати, вот этим ура-патриотам, которые на себе рубаху рвут, там говорят, что мы идем своим путем, которые... Вот тут уже, ну, в конце концов-то, на эту тему, я понимаю, что она грустная, но улыбнуться-то должны. Давайте посмотрим, кто теперь наши кенты. Кто кенты наши? С кем мы перед лицом всего цивилизованного человечества, которое отказывается от террористических методов введения политической, международной конкуренции и политической борьбы. Смотрите, Северная Корея, Иран, Судан, Сомали и Ижи с ними. Понимаете? Вот эта вот великая держава, самая большая по размерам, огромная по своему населению, становится в один ряд вот с этими нетогосударствами, и мы начинаем с ними брататься, обниматься и выполнять одинаковые функции на международный рейд. Хамас и Хасбулат тоже считаются в России. Я их не считаю государствами. Ну, можно считать. А Россия считает, Россия считает, что это союзная. Да, 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 да. Да. Но, тут вопрос еще вот какой возникает, что, тем не менее, давайте будем справедливы, господа, международное сообщество провело страшную диверсию против России. Дело в том, что Всемирное антидопинговое агентство, ВАДА, оно выложило в открытый доступ, полный отчет о манипуляциях в московской лаборатории. Соответственно, Россию на 4 года исключили из большого спорта. У меня возникает вопрос. Куда теперь сотрудники ФСБ будут ходить по маленькому? То есть, по сути дела, целую социальную группу лишили возможности отправлять естественные надобности по маленькому. Юр, вот вы, американцы, нехорошие. Может, гальюны с украинского буксира для них запязать? Да, конечно, конечно. А ты как думал? Ну, может быть, они не будут ходить по маленькому теперь. А только по большому? Да, только по большому. Все. Ага. Понимаешь, вообще это тоже трагедия. Я считаю, для российского народа, для российского спорта. Эти люди же спортсмены, они похожи, кстати, чем-то на военных. Они всю жизнь отдают этому, знаете, всю жизнь. Своё здоровье губят и всё. А им бах, надевал белый флаг, в руки идите, сдавайтесь. Это серьёзный удар, конечно, по спорту. А вот эти, конечно, все лишнехромосомные, которые так гордились тем, что в Крыму были солдаты без флага, без знаков обозначения, к какой стране они принадлежат. Те же террористы, в принципе, по международному праву. А теперь они очень расстроены, что флага нет. Вот о чём вы в Крыму радовались, а здесь вы расстроились. Странно. Но, конечно, понимаешь, спорт – это очень хорошая вещь, особенно международный спорт, международные игры. Кстати, вчера у нас была футбольная игра традиционная каждый год между военным училищем, сухопутным училищем и морским училищем. Конечно, моряки вчера выиграли. Так что было очень приятно. Это обычно у нас такой большой праздник, целый день там все гуляют. Это, так как у нас военное училище находится в Сухопутной в Вестпойнте, это в Нью-Йорке, в штате Нью-Йорк, а морское училище военное находится в штате Мэрилэнде в Анаполисе. И они игру играют посередине в городе Филадельфии, в городе Филадельфии, каждый год я всегда ходил на эту игру, в этом году я не могу, но моя дочка была вчера там на игре и в общем стало, что флот сильно побил армию. Так что это было приятно. Спорт – это огромная вещь. Спорт, я считаю, особенно на международном, это за место войны. Это война в мирной цели. Где ты можешь флагом махать, ставить его там, это мы победили, можем повторить все эти эмоции, ты можешь выплеснуть там во время этой игры. И в этом году вы проиграли, в следующем году вы выиграли, и это такое цикличное идет, и люди не гибнут, и патриотизм выражается в такой хорошей, доброй форме. А теперь у России и это отняли. Ну и теперь только остается идти кому-то морду пить, понимаешь, но нет, больше нету в этом. Самое, что кого жалко, это, естественно, спортсмен. Да. Потому что у них же век сам по себе короткий, ладно, вот с военными, но мы хоть 20-25, можем 30 лет послужить там где-нибудь в штабах, там сидя там, но по идее это вот спортсмен, да, возьми ты такое, как художественная гимнастика, она в 15 лет становится уже чемпионкой, и предельный срок у нее 25, все, она 10 лет. Да какой 25, а кстись, Саш, 20 лет, все, отыграл, отговорил Роща Золотая. И попасть на Олимпиаду фактически, за свою карьеру, она может один, ну, жуткий максимум два раза, согласитесь, да. И вот эта девочка, которая не попадает ни первый, ни второй раз, потому что сначала обрубили, сейчас еще мы 4 года обрубили все эти возможности, все, ее судьба разрушена, порушена. Она готова, в принципе, поехать под нейтральным флагом, просто чтобы имя свое заявить как чемпиона Олимпиады или чемпиона мира, потому что мировое первенство тоже нам обменили. Но тут вдруг выплывает, как расписной челн с теньки разина, выплывает политик, вице-спикер Госдумы, господин Петр Толстой. Говорит, мы, россияне, мы, парламент, заявляем, что выступление российских спортсменов под нейтральным флагом, под белым, под олимпийским, под пятикалечным флагом, это оскорбление нашей национальной гордости. То есть по фигу и по боку ему судьба реальных спортсменов, которые жилы рвали, которые к этому стремились и которые за свою спортивную биографию в ходе своей спортивной судьбы, своей спортивной карьеры вообще не попадут ни на какие соревнования в ближайшие 4 года, а потом просто уйдут на пенсию. Ну вообще, вход мысли, что это его, их оскорбили, его оскорбили, россияне. Он даже не думает, что это вы сами себя оскорбили, действует так, нечестная игра, испортит все. Знаешь, это, я не знаю, наверное, опять же, когда он зайдет к себе в лифт или в подъезд, там воняет мочой, говном, он себя чувствует оскорбленным, понимаешь ли, там, потому что Обама ему это, Трамп это ему все сделал, он не чувствует, что ты, подожди, ты же вчера пьяный, сволочь, пришел, сам здесь нас сал, все обосрал, а теперь ты сейчас чувствуешь оскорбленным, кто-то другой виноват, ненавистные израилья, там, что-нибудь тоже, намутили. Да, но вот мы теперь как раз и подходим в финале к еврейскому вопросу. Вот смотрите, господа, какая получается интересная ситуация, да ну куда ж без нас-то. Путин встречается с Зеленским, далее, сразу же после этого он меняет губернатора еврейской автономной области. Сразу же после этого израильтяне опять же раздолбали там этот непобедимый панцирь, бук, шмук и так далее и тому подобное. Что происходит? Причем, растолбали и даже не заметили, даже нигде не объявили, и все, вы все поняли, и так пролетали мимо. Да ну, израильская военщина известна всему миру, как мать говорю, как женщина. Так это понятно, что она известна, но известна же и российская мощь вот этого кончуги этих панцирей, буков, шмуков, как ты говоришь, ну, чё ж они не стрельнули-то обратно по нему, не понимаю. А они в отместку главу республики еврейской сняли. Ну, вот это, вот это многохотовочка, вот это многохотовочка. Да, вместо... И чтоб Зеленский тоже себе на носу зарубился. Да, 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 что мы там проведем какую надо операцию с вами, с евреями, с вашими рожами там этими насадами, мы там разберемся, вот, и это самое. И взяли Левенталья, поменяли на Гольдштейна, вот так вот, Левенталья на Гольдштейна. А что, Левенталья работала на МОСА? Еврейский автономный стол. Да. Честное слово, я... А там что, евреи есть или они им придумали? Вот, будет один, был один президент еврей, сейчас второй другой его менять приехал, еврей президент. Кстати, еврейская автономная область одна из самых депрессивных в экономическом отношении субъектов федерации, еврей там один, как правило. Вот если... Один есть, да? Да, президент, каким-то президентом. Ну, глава. Я думаю, мы придумали такие фамилии специально, знаете, сказали. Вадим, помню, что Высоцкий, у кого это... А, не Высоцкий, это было у этого, у Хазанова была такая, когда американцы приезжают в деревню и надо теперь все показать, будет наркоман, проституция, там, еще что-то, значит. А, гомосексуализм, назначили одного наркомана, одну проституцию доярку, там назначили, а ты говоришь, ну, не, я этим, конечно, занимаюсь, чтобы деньги брать никогда в жизни, да. Так, они назначили гомосексуализма, ну, одного они не подумали, а тебе говорят, так я второй, как нет, второго нет, я один. Так, это, назначили евреев, там, это, губернатора, нас... Так, самое интересное... Сегодня ты будешь в базе Ивановки, сегодня будешь этим, как его фамилия там? Значит, был Левенталь, стал Гольдштейн. Да, Гольдштейн, сегодня ты Гольдштейн, да. Нет, я посмотрел биографию и того, и другого, они в еврейской автономной области никогда не жили, они там как бы прикомандировали в время. Евреи там жить не могут. Ну да. Там путь в Моисее не проходил. Левенталь какой-то крупный экономист, какой-то профессор экономики, преподавал в каком-то университете, то ли в Питере, то ли в Москве. Потом его сблодовали туда, говорит, съездить там по руле этим регионам. А Гольдштейн вообще сенатор был, сидел в Совете Федерации, спокойно в носу говорил, ничего не делал. Не надо, не надо удержать, я вот сейчас вспомнил, еще был еврей, губернатор, он Чукча был. Самый главный Чукча был еврей. Да, Абрамович. Абрамович, да. Да, 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 да. Да они везде проникли, ужас какой-то. Самое главное, аж еврейскую республику проникли. А у меня с Сибирской автономной области очень серьезные воспоминания, боевые, военные, скажем так. О, значит, вторая Чеченская война, 2000 год, осень, я командовал бригадой, 12-й бригадой командовал, ее ввели на территорию Чечни, вот как раз в Ножаюртовский район, это восточная часть Чечни, на границе с Дагестаном. И вот бригады, ну, крупное соединение контролирует район административный. В районе 10-15 сел. Боевой порядок бригады, это вот возле каждого села выставляется либо ротный опорный пункт, ну, гарнизон, скажем такой, либо взводный опорный пункт. Это, значит, от 30 до 100 солдат, несколько офицеров, от 3 до 10 бронетранспортеров перекрываются дорожные направления, чтобы бандиты там не шастали, перекрываются горные перевалы, перекрываются ущелья, контролируются села, расставил я эту свою бригаду, значит, где-то 10-15 у меня получилось опорных пунктов. Командный пункт бригады был у села Тукчар. Значит, вырвали мы там землянки, поставили палатки, поставили ограждения, заминировали подходы. Сидим, ждем. Ну, война, война есть война. То банду найдем, куда-то летучий отряд свой спецназовский отправляют, то туда, то сюда. Но, характерная особенность, по закону военные имеют право только вести военные. То есть, ну, бракировать, окружать, уничтожать, стрелять и так далее. Полицейских прав у военных нету. Мы не имеем права обыскивать, досматривать, проверять документы, досматривать транспорт. Этим может заниматься по российским законам только полиция. И каждой воинской части, в том числе вот моей бригаде, придали ОМОН. ОМОН это отряд мобильный особого назначения, полицейский отряд. Вот они на дорожных направлениях выставляли контрольно-пропускные пункты и совместно с солдатами, солдаты прикрывают, а ОМОНовцы, то есть полицейские, грубо говоря, полицейский спецназ, выворачивают багажники, шмонают людей, там проверяют наличие оружия. Ну, и толп-то снег был, и оружие находили, и боеприпасы, там, гранаты и все. Ну, а пункт дислокации, у них был так, поодаль от моего, значит, командного пункта, ну, где-то в километре, они стояли прямо у границы с Дагестаном. Как раз вот там была главная КПП, проезд из Дагестана в Чечню, по дороге по горной от Турчара. Там, где пулемет, там, где пулемет, один из них потерял, нашел. Не-не-не, это в Ингушетии, это в Ингушетии. Да, окей. Ну, суть не в этом. Значит, но ОМОНы менялись раз в три месяца, а моя бригада там стояла целый год. У нас над командным пунктом флаг Российской Федерации, триколор развивается. А они, каждый ОМОН приезжал из своего региона, то Ярославский, то Ивановский, они вывешивали флаг своего региона. Я как сейчас помню, на Ярославском там медведь, на Ивановском сейчас забыл уже, что там цветы какие-то нарисованы. А на флаге еврейской автономной области звезда шестиконечная. Представляете? Идиот. Да. Звезда, да? Мы вывесили главным пунктом эту самую шестиконечную звезду на флаге. А я каждый день с главами администрации этих сел, с чеченцами, нормальные мужики были, они все, как правило, старейшие, там уже под 60, за 60, под 70. А я что, молодой пацан, 2000 год, мне 36 лет было, подполковник еще, сижу в своей этой землянке, в блиндаже, и они каждый день, все 15, там, по-моему, в районе 15 глав администрации съезжались ко мне на совещание. А я уже вперед них, в четыре своих взводные опорные и ротные опорные пункты получал всю информацию. А у меня же там на них работает разведка, смотрят, проверяют там следы, снимают мины, взрывные устройства, ночью наблюдают, в какие села там бандиты приходят за продовольствием. Все это разведка работала, и я им разнос устраиваю. Вот они сидят 15 часов, я кулаком по столу. В твоем селе вчера бандиты приходили, требовали с граждан продовольствия. В твоем схрон с оружием нашли, пять автоматов. В твоем, на подъезде к твоему селу, там, где наша колонна должна была пройти, противотанковую мину нашли. И вот наезжали на них, типа, я вас всех поснимаю, да я доложу вашему там главе республики, ну, как представитель федеральной власти, единственное, в районе это я, командир части. И тут вдруг они заходят так робко в один из дней, когда израильский ОМОН встал. А ко мне прибыл на доклад командир ОМОН, как сейчас помню, майор Мирошниченко. Подчеркиваю, не Рабинович, а Мирошниченко. Свои, да. Да, да, да. Майор Мирошниченко, командир ОМОН. Здорово, майор. Как дела, как жизнь, поехали к тебе съездим. Посмотрел, как они обустроились. Мне понравилась водка у них. В таких коробках, вот, как у них, подарочная. Мне подарили тоже такую. Значит, подарочная водка. На ней нарисован вот чувак в шляпе из пейсона. Это типа Равина, что ли, да? Да, да. Шляпа такая, большая. И водка называется, на ней написано, еврейские штучки. Прямо на коробке. И на этики. В Москве был еврейский стандарт. Ну, суть не в этом. Я посмотрел, как они разместились. Посмотрел, так, в лица им там это самое. Сначала зашел, говорю, шаломом. Он на меня, товарищ полковник. Не надо, ни одного еврея нет. Я говорю, а в твоей республике вообще хоть один есть? Ну, специально присылают из Москвы президента. Короче, суть не в этом. Приходят ко мне эти главы администрации. Говорят, командир, почему над соседним постом, вот там, где ОМОНовцы стоят, израильский флаг висит? Израильский флаг висит. Ну, они не понимают. Я говорю, а как, почему? Бардак на вашей территории. То мины находят, то скроны с боеприпасами, то вчера обстреляли колонну. Тут вот какие-то бандиты бродят по району. Вы же не следите, мне не докладываете. Бардак. Что сделал командующий группировкой? Позвонил премьер-министру Израиля, попросил усиления. Вот прислали теперь израильский ОМОН. Ну, я же вам говорю, они с 49-го года борются с исламским подпольем, борются с арабскими экстремистами. Вы знаете, какие у них формы и методы работы с такими, как вы, подлецы? Ну, условно, там, может быть, шутя улыбаются. Они же вам спуску не дадут. Они же ваши машины предосмотрены, разбират будут до последней гайки. Не продадут. Вместе с солдатами пойдут проводить рейды по вашим деревням, зачистки, проверку паспортного режима, досмотр жилья вашего. Ох, пощады вам не будет. Они, говорю, наблатыкались с экстремизмом бороться. Я говорю, счастлив. Я думаю, у нас, блин, я в этой командировке еще полгода находился, ни одного нарушения на территории района вообще нет. Все запугались этим еврейским ОМОНом. Израильский. Они так и думали, что он израильский. Нормально. А что? Это правильно. Нет оружия страшнее, чем напуганные евреи. Это да. Тут согласен. Так. Да, весело, весело. Ну, нет, правильно, правильно они сделали, что вот такая многоходовочка получилась. То есть Зеленский и ответили израильтянам, как надо, подобное, сняли сразу, поменяли главу в Беребиджане. А у меня как-то в посольстве, я когда служил в Москве, должны были послать командировку, я уже не помню зачем, но в Беребиджан. Кто-то должен был поехать. И никто, конечно, ехать не хочет. Я сказал, я поеду, я хочу посмотреть, где же Родина, это все-таки настоящая. А мой командир сказал, нет, ты не поедешь. Я говорю, ну почему вот на, еврея в Беребиджан не пускает? Я что, про Вольна поехал, в Анисиаре. Нет, ты не поедешь, меня не пустили. Я помню, обидно было, антисемиты, значит, у нас тоже едут. Не поедели меня в Беребиджан. Да, я, ну мне понравилось, что вот на этой нормандской четверке все-таки Путин пришел подготовленный, он пришел со своим опалом, каким-то там мордоворотом, тот сразу положил кушку, куколку, показал всем, что он вооружет. Я вообще даже себе это представить не могу, как это как французы, как французская охрана это разрешила. Вообще, мне в голову даже это не летит. Но паранойя уже, видимо, совсем зашкалила. Или таким образом он угрожает, или шантажирует, или черт знает, что он делает. Или просто паранойя уже, да, такой стиме. Говорят, что шесть человек с ним пошло в туалет. То ли все сразу заходили в туалет, то ли обосрали, вся делегация, непонятно. Дабы не прикасаться своим телом к поверхности унитаза, его просто держали на руках. Он боится, что поверхность намажут чем-нибудь ядом. На весь пол. Да. Так послал бы тогда уже сразу своего помощника, чтобы он и посрал за него. Чего же так. Пора переходить на другой. Не, или там возможен такой вариант, как был и с прежним. Ведь наша же разведка там, или контрразведка, потом рассказывала, что иностранные, когда Брежнев уже там был на последней стадии издыхания, в фановой системе гостиниц, отелей, где он останавливался, потом отлавливал его испражнения, подвергал лабораторному анализу и определял, чем он в конечном итоге болен и сколько он еще протянет. Есть такое, есть такое у нас. Есть такой у нас отдел, можно сказать. То есть исследование статистического продукта. Да, да. Поэтому, ну, хорошо. Ну, вот. Но мне понравилось, как Зеленский себя повел там. Он же знает, как камеры работают, да. Он... Там была такая фотка, где они взяты. И он так делает, он позирует фотки и улыбается такой. И он понимает, кого захватывает. А камера захватывает этого... Как его фамилия? Ну, в общем, он... Не, не. Путин, Меркель и Макрон там сидят. Нет. Они-то все сидят и всех захватывают. Их фотографируют. А он так себя позиционировал, что захватывает человека из российской делегации. Там Лавров сидит и сидит. Он санкционирован. Он не имеет права входить во Францию. И он показывал, вот они вам с Говарта сидят здесь. Как он попал сюда, если он на санкционном скоте? На списке какое-то животное у него фамилия. Он по должности кто он там? Он с Сургом. А, Сургом. Помог, господи. Животное фамилия. Помог президента по Украине. Правильно. Он санкционированный отец. Поэтому и молодец, так он сыграл здесь хорошо. Зеленский в этом отношении. Ясно. Но, слушай, еще есть у нас, почему мы говорим о вооруженных силах России. Но я вот как-то все время соболезновал им все равно. Я чувствовал, что ребята держатся там, они воюют. Солдаты-то мне жалко. Солдаты, офицеры, мне жалко. Но теперь я понял, что почему. Не потому что там Кузнецов загорелся, потому что вертолет упал. Потому что то-се. Я это все наблюдал в России очень часто. Вот это раздолбайство раздолб. А потому что главные, кто теперь самые великие военачальники за всю историю России. Жуков и Шойгу. Вот это опрос был. А что? Серьезно? Спорить тут неуместно. Да. Шойгу после взятия Рейхстага. Немцы сдавались в Шойгу. Правильно? Ну, а как же. Они же, ну, этот Рейхстаг же под Москвой, который они сделали. Ну, понятно. Да. Там же был бой. И потом сдались в Шойгу они за... А у народа ассоциация, понимаешь? Ребенок в школе открывает учебник за восьмой класс. И читает. В 1945 году одержали победу над фашизмом и взяли Рейхстаг. А у него-то ассоциация. А вчера по телевизору показывали, что Шойгу руководил, взять ему Рейхстаг. А потом 9 мая включается кинокамера там с Красной площади. И он на этом автомобиле едет, говорит, здравия желаю товарищей. Да, там вот это вот. Весь в ординах. Весь в ординах, герой и так далее. Крестец там это самое. Ну, суть не в этом. Он говорит, вот этот человек брал Берлину. А дети-то ему... У них вот вся ассоциация проходит на этом уровне. Все, это главный герой у нас. Поэтому правильно говорят. Без Сталина, без товарища Сталина не было победы. Да что там победы? Войны бы не было. Ну, это да. Я согласен полностью. Однозначно. Так это без Шойгу и Жукова. Жуков тоже оказывается великим. Балка водит. Да. Ну, что можно сказать. Поэтому, конечно, это сразу понимает, что человеческая жизнь в России, она абсолютно ничего не стоит. Ни копейки. Да. Ребят, спасибо вам огромное за потрясающую беседу. Итак, друзья, с вами сегодня были... Подожди, подожди. Ты нам скажи, как ты день рождения будешь справляться? Ну как. Так, а я сейчас что делаю? Я с вами его справляю. С моими дорогими друзьями. А что ты не выкатил ничего тут в натуре? Мы хотели... Выкатил. Да, по-еврейски как-то ты справляешь. Ну... С нами, с русскими ребятами, когда-то не прокатим. Итак, друзья, с вами сегодня были капитан первого ранга ВМС США Гарри Юрий Табах. Полковник вооруженных сил России Александр Глушенко. Честь имею. Ну и я, старший лейтенант Пиджак Юрий Гимельфар. Ну я как всегда напоминаю, выводы делать только вам. До встречи через неделю. Пока!